В ночь на 30 сентября казахстанский Байконур дежурно провожает очередной российский протон. Утром в самом центре Алматы члены движения Гражданского Альянса наносят визит в местный офис ООН. Я сегодня звонил Индире, представительнице ООН. Она обещала принять от меня письмо. Пусть она сама выйдет сюда или впустите меня. Противники российских ракет и полигонов обращаются к главе ООН господину Пангимуну. Петиция включает в себя следующие просьбы. Запретить летать на Египтили, пересмотреть соглашение между Казахстаном и Россией по комплексу Байконыр, закрытие российских полигонов на территории Казахстана и заодно не допустить строительство атомной электростанции вместе с размещением банка ядерного топлива. ООН сейчас рассматривает химическую атаку в Сирии. 2000 человек погибло. А у нас десятилетия, чем это не химическая атака? Мы требуем рассмотрения казахского вопроса на Совете Безопасности ООН. Свою точку зрения на новую акцию казахстанских патриотов выражает политолог Досим Садпаев. Шутка ли? Казахский вопрос и сразу на совбезе ООН. Поэтому это больше, конечно, пиар-ход. Некая форма такого политического эпатажа, которая должна привлечь внимание к их инициативам, к их решению. Почти синхронно в столице другие активисты движения «Антигептил» делают попытку передать письмо казахстанским депутатам. Поход в парламент закончился для них в полицейском участке. Что до запусков протонов, то ситуацию комментирует представитель Национального космического агентства. В связи с тем, что в течение трёх месяцев пуски были приостановлены, то я думаю, что до конца года все девять пусков уже осуществить не удастся. Ну, возможно, пять-шесть пусков успеют сделать. Это означает одно. Реальность такова, что несмотря на гражданское сопротивление части казахстанцев, российский ракетоноситель будет стабильно стартовать с Байконура, звёздное небо, ещё долгие годы. Продолжение следует...